Рядом с моим домом появился новый имам. У него прекрасный голос. Та же самая история, когда я прихожу домой, мы не сможем молиться из-за работы. Эй, парни, это Аднан, или мне кажется. Ты только взгляни на это, и когда он успел? Ас-саламу алейкум. Как вы? Что делаете? Как ты, шейх? Что нового? Это что, твоя новая машина? Поздравляю, брат. Да, брат, ты знаешь, как произвести впечатление. Ты не говорил, что собираешься покупать машину. Я хотел, чтобы это было сюрпризом. Да уж, это настоящий сюрприз. Ты заслуживаешь такую машину, брат. Заслуживаешь. Смотрел игру Алжира? Да, было круто. Аднан, разве это не машина твоего брата, о которой ты рассказывал? Брат, прошу тебя, не надо. Аднан, это неправильно. Ты не должен врать им. Не будь лжецом. Да все нормально. Они поверили мне. Просто оставь этот разговор. Аднан, так нельзя. Все, забудь эту тему. Я потом сам разберусь. Да, крутая была игра. Вы тоже смотрели? Она презираема всеми людьми со здравым разумом. Отвергаема всеми нравственными устоями и традициями. Она запрещена всеми религиями и учениями. Это величайшая степень предательства. Корень всех грехов. Совокупность всего зла и ключ к лицемерию. Кратчайший путь в ад. Вовлекаясь в нее, человек лишается милости и прямого пути, и все его дела окажутся разрушенными, а наказание его умножится, поскольку он был записан у Аллаха как лжец. Ложь — это сознательное искажение того, что есть в действительности. Существуют три вида лжи. Ложь в словах, ложь в действиях, а также ложь в намерениях сказать или сделать что-либо. Что касается лжи в словах, то это сказать что-либо, чего нет на самом деле, или что не является истиной. И величайшая из видов лжи — это ложь на Аллаха. Ведь сказал Всевышний, кто же несправедливее того, кто возводит на Аллаха навет, а также объявлять запретное дозволенным и дозволенное запретным. Сказал Аллах, не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это дозволено, а то запретно, и не возводите навет на Аллаха. А также ложь в отношении пророка, мир ему и благословения, который сказал, кто будет намерен лгать от моего имени, пусть подготовит себе место в аду. А также это ложь в отношении верующего, такая как лжесвидетельство, которое является одним из самых тяжких грехов. Даже ложь в шутках, когда мы смеемся над людьми, является большим грехом. Сказал посланник Аллаха, мир ему и благословения, горе тому, кто говорит что-то и лжет, чтобы повеселить людей. Горе тому, горе тому. И еще пророк, мир ему сказал, достаточной ложью для человека будет пересказывать все, что он услышит. Что касается лжи в действиях, то это совершение чего-либо с целью дать представление о том, чего на самом деле нет. И это может быть еще пагубнее, чем ложь словами. И лучший пример этому в Суре Юсуф, когда он говорит о братьях пророка Юсуфа, мир ему. Они пришли к своему отцу ночью, и на их лицах были ложные слезы. И они принесли с собой рубашку Юсуфа, на которой была ложная кровь. И таким образом они соединили два типа лжи. Ложь в словах и ложь в поступках. Что касается лжи в намерениях, или другими словами, показном проявлении, то это совершение чего-либо не ради Аллаха, а ради других целей. И лучшим примером тому служит хадис о трех людях, которых подвергнут суровому наказанию в аду. Это мученик, который сражался на пути Аллаха, ученый, обучавший людей исламу, и человек, раздававший милостью. Каждый из них утверждал, что совершал эти дела только ради Аллаха. И тогда первому сказали, «Ты лжешь, ты сражался ради того, чтобы люди сказали, какой он храбрый». И они говорили так. И второму сказали, «Ты лжешь, ты получал знания, чтобы люди сказали, он ученый. И ты читал Коран, чтобы люди говорили, он штец». И они говорили так. И третьему также было сказано, «Ты лжешь, ты давал милостыню, чтобы люди говорили, какой он щедрый». И они говорили так. Однажды нашего любимого посланника, мир ему и благословение, спросили, «Может ли верующий быть трусом?» И он ответил, «Да». Затем его спросили, «А может ли верующий быть жадным?» И он ответил, «Да». Затем его спросили, «А может ли верующий быть лжецом?» И пророк, мир ему, ответил, «Нет, верующий не может быть лжецом». И еще пророк, мир ему и благословение, сказал, «Тот, в ком соединятся эти четыре качества, является истинным лицемером. А если в человеке окажется одно из этих четырех, то в нем будет одно из качеств лицемерия, пока он не избавится от него». И когда ему доверяют что-то, он предает. Когда он говорит, то лжет. Когда он заключает договор, то нарушает его. И когда он спорит, то делает это в наглой, злобной и оскорбительной форме. И таким образом, вера и ложь не могут сосуществовать вместе, поскольку ложь ведет к нечестью. Наш любимый пророк, мир ему и благословение, говорит, «Придерживайтесь правдивости, ведь правдивость ведет к праведности, а праведность ведет в рай. И если человек постоянно говорит правду и делает правдивость своим непременным качеством, то он будет записан у Аллаха как правдивейший. И остерегайтесь лжи, ведь ложь ведет к нечестию, а нечестие ведет в ад. И если человек постоянно говорит ложь и делает ее своим постоянным качеством, то он будет записан у Аллаха как отъявленный лжец. Когда человек лжет, он надевает на себя ложную личину, противоречащую его истинной природе. Из-за этого он развивает в себе две противоречащие друг другу личности. Он часто оказывается в неловких ситуациях, заставляющих его еще сильнее углубиться в ложь, чтобы избежать разоблачения. Таким образом, ложь ведет его к нечестию, которая, в свою очередь, может привести его в ад. Однако давайте выясним, какие отделы нашего мозга отвечают за правду, а какие за ложь. В 1999 году в исследовании, проведенном профессором Даниэлем Ланглебиным из Университета Стэнфорда, было показано, что ложь возникает в верхней фронтальной части мозга, которая ответственна за мышление, сосредоточение, память и даже за развитие личности. Недавние исследования с использованием прибора МРТ показали, что когда человек лжет, то передняя часть его мозга проявляет внезапную и усиленную активность. Это позволяет выявить ложь с точностью до 90%. Что же происходит с человеком, если передняя часть его мозга выходит из строя? Такой человек будет страдать из-за недостатка мотивации, инициативы. Он потеряет возможность глубоко мыслить и анализировать, определять, что хорошо, а что плохо, и как результат притупятся его нравственные стандарты. Это тот самый хохол, о котором было упомянуто в Коране более 1400 лет назад. Это часть, в которой сосредоточено духовное наставление и направление человека. И Коран является первой книгой, рассказывающей о взаимосвязи между этой частью мозга и ложью. Сказал Всевышний Аллах, «Что ты думаешь, а если он счел ложью и отвернулся? Неужели он не знал, что Аллах видит его? Но нет. Если он не перестанет, то мы потащим его за хохол, хохол лживый, грешный». В этих аятах Господь описывает хохол качествами лжи и греховности, как присущие лжецу и надменно отворачивающегося от правды, а не самому хохолу. Ведь было обнаружено, что эта часть головы функционирует как нравственный компас для человека. В исследовании университета Тюбинген в Германии ученым удалось временно заблокировать деятельность передней области мозга с помощью прямого электрического тока. И они обнаружили, что если у человека отключена или неполноценно работает передняя часть мозга, то ему становится очень легко врать, совершенно не испытывая при этом чувства вины. На протяжении ста лет ученые пытались изобрести точный детектор лжи. Однако они потерпели неудачу, поскольку они не ведали о механизме возникновения лжи. Традиционные детекторы лжи, определяющие изменение частоты сердечных ударов и потоотделения ладони и лица определяют ложь лишь в 60% случаев. Тем не менее, в результате кропотливого и усердного труда им удалось открыть три самых лучших способа для определения лжи. Первый — это использование МРТ для наблюдения за передней областью мозга. Второй — это сосредоточенность на мелких, едва заметных изменениях выражений лица, которые невидимы простым человеческим глазом, однако видимы при использовании камеры высокого качества при медленной съемке. И третий способ — это определение слуховых знаков при записывании голоса в момент произнесения лжи, так как было обнаружено, что звуковые волны и их тон меняются, когда человек лжет. Как будто правда и ложь имеют свои собственные звуковые волны и тональность. Разве не об этом говорилось в Коране еще 1400 лет назад, когда Всевышний Аллах, описывая лицемеров, раскрыл то, как можно обнаружить их ложь. «Если бы мы пожелали, то показали бы их тебе, и тогда ты узнавал бы их по их приметам, но ты непременно узнаешь их по оговоркам, Аллах знает о ваших деяниях». То есть, если бы Аллах пожелал, то Он дал бы пророку способность увидеть их ложь посредством изменения выражения их лиц, а также изменения тона их голосов. И это ясное указание на способность определения лжи по выражению лица и тону голоса, что и было доказано современной наукой. Исследования в клинике Майо показали, что когда человек лжет, то кровь усиленно начинает поступать к лицу, особенно в область вокруг глаз. Это ведет к небольшому увеличению температуры вокруг глаз. Это изменение можно обнаружить при помощи детектора лжи. Всевышний Аллах сказал, Он, Аллах, знает о предательском взгляде, о том, что скрывают сердца. Поистине, это и есть чудо Корана. Современные ученые отмечают, что то, что было обнаружено недавно, не было известно тем, кто жил раньше. Однако давайте выясним, что происходит с мозгом, когда человек лжет. Благодаря прибору МРТ ученые смогли показать, что произнесение правды не требует от мозга каких-либо усилий, поскольку человеку требуется всего лишь вспомнить какое-либо событие в своей памяти. И наоборот, ложь заставляет усиленно работать мозг и нервные клетки. Это потому, что лжец должен сначала вспомнить какое-либо событие, а затем постараться скрыть его. И ему надо заново сочинить историю, отличную от действительности. Это не говоря уже о том, что он должен иметь убедительный вид, чтобы люди поверили ему. Основываясь на опыте Памелы Майер, человек, привыкший лгать, обманывает в среднем от 10 до 200 раз в день. В недавнем исследовании, опубликованном Университетом Торонто в 2014 году, показано, что взрослые люди чувствуют более сильное чувство удовлетворения, когда они говорят правду, чем когда они лгут. Это говорит о том, что у людей есть врожденная предрасположенность к честности и правдивости. Поистине, большие усилия и траты энергии, которые Аллах вложил в процесс лжи, описаны в его книге, в которой Аллах говорит о тех, кто отвергли его знамения. Сказал Всевышний Аллах, он подобен собаке. Если ты прогоняешь ее, она высовывает язык. И если ты оставишь ее в покое, она тоже высовывает язык. Такова притча о тех, которые считают ложью наши знамения. Рассказывай эти истории, быть может, они призадумаются. Действительно, свят ты и велик, в твоей книге собраны истории и примеры, прочтя которые, искатели правды, не останется ничего, кроме как уверовать в них. Все, что Господь установил и повелел в своей книге, содержит в себе прямую пользу, как физиологическую, так и интеллектуальную и духовную, чтобы те, кто будет придерживаться его пути, жили здоровой, благой и праведной жизнью. Это подтверждает слова Аллаха. Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали. Поистине, ложь лишает человека дара и милости прямого пути. Всевышний Аллах сказал, «Поистине, Аллах не ведет прямым путем тех, кто чрезмеренно лжив. Ложь ведет к отдалению от числа тех, кто будет удостоен милости Аллаха». Аллах сказал, «Мы направим проклятие Аллаха на лжецов». Ложь – это самая большая форма предательства. Благородный пророк, мир ему и благословение, сказал, «Самым большим предательством будет, если твой брат поверит твоим словам, хотя на самом деле ты лжешь». Также ложь уничтожает благодать. Пророк, мир ему и благословение, сказал, «Продавец и покупатель имеют право оставить или вернуть товар до того момента, пока они не разошлись». И если они оба были правдивы в описании качеств или недостатков товара, то их сделка будет благословенной. А если они сказали неправду или скрыли что-нибудь о товаре, то благословение их сделки будет утеряно. Наш господин Али, да будет доволен им Аллах, говорит, «Величайшее из грехов – это ложь посредством языка, а худшее из сожалений – это сожаление в судный день». Аль-Фарук Умар, да будет доволен им Аллах, говорит, «Пусть я лучше буду унижен правдой, хоть это и редко случается, чем я буду возвышен ложью, хоть и это редко случается». Говорят, что правдивые – это те, кто держится правдивости даже в тех ситуациях, когда только ложь спасла бы их. Наш пророк, мир ему и благословение, часто повторял в своих мольбах Аллаху, «Мой хохол в твоих руках». И пророк, который никогда не говорил о своей прихоти, прекрасно знал, какую важную роль играет хохол человека для его сознания, направления по жизни и принятия решений. И если ты хочешь подчинить и усмирить свой хохол, и чтобы Господь вел тебя по прямому пути, тогда бойся Аллаха и будь из числа правдивых. Субтитры создавал DimaTorzok